Французская кухня в лице месье Сабатье поступила сегодня в заточку от Николая, которого я отдельно сердечно приветствую. Предварительный осмотр дал понимание того, что нож этот скорее всего, безусловно, был выпущен на максимально далеком расстоянии от Лионского мыса. От того, как слесарная обработка, сборка, геометрическое решение, ну прямо такое в определенных, конечно, моментах даже волнительное. Начал я с того, что вот это безобразие, вот это безобразие, точнее сказать, вот так, наверное, будет правильнее показать. Вот здесь была, ну, нарезанная непонятно как, точнее сказать, понятно, но не по-человечески. Вот была-была нарезана рабочая фаска, а потом они решили вот сюда, видимо, ну поскольку здесь металла приличное количество, хотя нож очень легкий. У меня создалось такое ощущение, что вот здесь он пустой внутри, он такой какой-то весь, ну, волнительный. Одним словом, необходимо было, ну, как-то я даже не знаю, как это объяснить, была фаска, потом такая, как ступенька, и вот это вот расширение. Поэтому так чуть-чуть осточил, ну, ну и здесь, правда, ну какое-то оно все, конечно. Если это и сабатье, то, ну, как-то так, наверное, совсем какая-то бюджетная истерия, не знаю. Я предварительно еще, предварительно, очень внимательно ножичек почистил от того, как были у него с обеих сторон, такие достаточно, вот, вот они даже подосталось, какие-то непонятные, такие как пятнышки. Вроде как для нержавейки, но такие вещи не характерны, не знаю. Ну, нож заточил, единственное, что сидел я, долго тренировался, были здесь, особенно вот в этом месте, вот где-то вот здесь. Был такой огромный скол, и вот здесь еще один был, и вот здесь еще один был. Они прямо такие были, ну, видимо, кто-то сгорячал, ударил посту и сказал, что это сабатье, и все, все сразу поверили. Ну, одним словом. Долго и уверенно я их убрал, убрал, нож заточил, вот так уже, думаю, ну, пусть сделаем вот этот прекрасный сабатье таким яскравым, и накинул я вот такое вот блестявого такого зеркальца. Ну, так или иначе, зеркальце зеркальцем, но доводку по обыкновению, естественно, выполнил я на природном камне, естественно, это ничего, кроме стойкости режущей кромки, ничего не дает. А поскольку выполнял я это с повышением угла, естественно, ну, этого перехода, его, естественно, ну, разглядеть практически невозможно. Ну, вот так, если под определенным только углом глянуть, оно такое, здесь прямо зеркальце-зеркальце, ну, на Нива, она же 12-тысячная здесь присутствовала, и она, конечно, зеркало дает безумное, просто безумное зеркало, а потом такое, как, ну, это больше всего напоминает, как завал кромки, то есть здесь зеркало, и здесь еще одна такая маленькая, как с волосок, тонюсенькая фаска, ну, и она, естественно, поскольку работал тюрингиец на небольшой суспензии, и, понятное дело, он там, типа, косуми финиш нарисовал, поэтому там, естественно, блестеть он не может по определению. Но, так или иначе, нож заточен, работать будет, я не знаю, сколько, но не показалось сталь такой, как бы, особо, особо какой-то хрупкой, особо нежной, вроде как нормальная сталь. Ну, это уже Николай, испытав его в деле, даст свое резюме на этот счет. У меня, естественно, на этом все, нож безотлагательно упакуется, и с утренней корреспонденцией отправится законному владельцу с наилучшими же пожеланиями. У меня же на этом пока все, спасибо за внимание, до скорых встреч в эфире, пока. Так, здесь у нас вот так, вот так, прошу простить, техническая неувязочка. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok